В минувшее воскресенье прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу номер 14. Об их результатах мы поговорим с нашей гостьей, председателем территориальной избирательной комиссии города Видное Верой Маркиной. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Итак, каковы же основные итоги выборов? Явка на дополнительных выборах составила порядка 22%, то есть в день голосования избирательной участки посетило около 800 человек, что говорит о большой активности наших избирателей, так как это достаточно высокая явка для дополнительных выборов. Например, если сравнивать это с явкой, которая была в единый день голосования 13 сентября, другие муниципалитеты проводили свои выборы, там явка в среднем, ну максимальная была где-то порядка 13%. Какие-то нарушения были отмечены в вашей комиссии? Было выявлено всего лишь одно нарушение, и то оно связано с ответственностью самого избирателя. Это нарушение связано с тем, что избиратель пришел на участок и проголосовал дважды. И поэтому я сейчас даже пользуюсь случаем, хочу еще раз обратиться к нашим избирателям, предупредить их о том, что за это предусмотрена административная ответственность, и штраф за такое правонарушение составляет 30 тысяч рублей. То есть это достаточно серьезный штраф, поэтому, пожалуйста, как бы не надо нарушать закон. Вот, ваш голос обязательно учтется. Главное, приходите на выборы, выражайте свою активную гражданскую позицию. В целом, как вы оцениваете работу избирательных участков? Если не ошибаюсь, их два было. Да, совершенно верно. Избирательные комиссии, наши избирательные участки показали очень достаточно высокий уровень. Были опять отмечены эти результаты, качество подготовки наших комиссий, областной избирательной комиссии. Тем более, что, несмотря на то, что были дополнительные выборы, очень было большое внимание, естественно, привлечено к этой кампании, потому что, по сути, в Московской области это были единственные выборы на территории. Очень было много представителей СМИ, наблюдателей, то есть 17 наблюдателей было на избирательных участках, порядка пяти представителей СМИ, членов комиссии с правом совещательного голоса. То есть очень-очень-очень было много участников избирательного процесса. И я хочу еще раз отметить высокий уровень подготовки наших председателей, членов участковых избирательных комиссий, которые грамотно все делали, правильно делали, и несмотря даже на те провокации, которые некоторые граждане пытались на участке создавать, они достойно и правильно себя вели, не поддаваясь ни панике, ни какому-то саботажу. Поэтому я благодарю и избирателей, и членов комиссии, которые были задействованы в этой кампании. Но в отличие от всероссийских выборов, наверное, подводить итоги наших можно уже буквально через несколько часов. Давайте еще раз озвучим, кто же одержал победу в этом избирательном округе. Да, тем более, что у нас изначально было зарегистрировано 17 кандидатов. Один у нас сошел с дистанции буквально за день до выборов по решению суда. И вот в таком многообразии кандидатов уверенную победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Грудинин Артем Павлович. 503 голоса он получил. Следующий кандидат уже получил только всего 179 голосов. То есть это очень существенный отрыв. Ну, остальные кандидаты, соответственно, там уже небольшая процентовка. Но, тем не менее, это достаточно уверенная победа. Это говорит о том, что кандидат действительно во время избирательной кампании работал на округе, встречался с гражданами. То есть не занимался какими-то там отвлеченными вещами. Это всегда видно. То есть те, кто следят за выборами и интересуются, то всегда такой большой результат. Он говорит о том, что кандидат реально работал и всю эту предвыборную кампанию у себя на округе вместе с избирателями. Мы встречаемся, можно сказать, в преддверии Нового года. Каким будет 2021-й? Какие избирательные процессы ждут нас в этом году? Да, 2021-й год будет очень насыщенным, потому что у нас будут выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Областной Думы. Все это будет проходить в единый день голосования в соответствии с законом, то есть в сентябре месяце. То есть будет очень насыщенная избирательная кампания. Более того, мы идем в ногу со временем. И предварительно у нас на территории запланировано размещение шести цифровых избирательных участков. То, как, например, уже этим опытом Москва пользовалась. Теперь уже это внедряется у нас на территории округа. Может быть, даже будут какие-то уточнения. Поэтому голосовать будет опять интересно, то есть уже с какими-то новшествами. Нам самим интересно, так сказать, попробовать, что это такое. И я думаю, избиратели тоже по достоинству оценят вот эти удобства для их голосования на избирательных участках в день выборов. Ну, опять же, повторюсь, в преддверии Нового года, наверное, принято желать друг другу какие-то приятные вещи. Вы имеете возможность обратиться к нашим зрителям и сказать им пару слов. Дорогие зрители, с большим удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в первую очередь всем здоровья, благополучия, чтобы следующий год у нас с вами прошел только на хорошей, позитивной ноте. Чтобы было как можно больше позитивных моментов, ну и чтобы вот этот коронавирус, который всем уже так надоел, чтобы мы с вами полноценно зажили, задышали, могли посещать и массовые мероприятия в том числе. Ну и выборы мы, как всегда, конечно, говорим, что голосовать сейчас безопасно и легко. Спасибо за теплые пожелания. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с председателем территориальной избирательной комиссии города Видное Верой Маркиной. К другим новостям.